Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Угольная промышленность России тонет в убытках. Аналитики предупреждают о рисках банкротств отрасли. Падение мировых цен на уголь и фискальные изъятия привели к убыткам угольной отрасли России в 34 миллиарда рублей в этом году. Борис Анидович, что будет с отраслью и все ли так плохо? То, что в отрасли намечается кризис, было очевидно еще в начале этого года, с того момента, как стали снижаться цены на энергетические марки на мировом рынке. Очевидно было, что это на нас скажется напрямую и самым тяжелым образом, поскольку, несмотря на все разговоры о том, что у нас будет развиваться глубокая переработка угля, будет развиваться углехимия, что зафиксировано в действующей, надеюсь, сегодняшней энергетической стратегии до 2030 года, дальше разговоров в дело не пошло. То есть наша угольная отрасль работает в одном и том же режиме все эти годы, с того момента, как исчезло Министерство угольной промышленности, копая визи. После кризиса в 90-х годах вроде бы все наладилось, но по-прежнему критическая зависимость от того, как выглядят цены на внешних рынках. Почему намечался кризис, было очевидно, и сейчас аналитический центр топливно-энергетического комплекса свои расчеты уже выдал. Фискальные тарифные меры привели к изъятию до 500 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей отмена понижающих коэффициентов в тарифе российской железной дороги, 75 миллиардов рублей экспортная пошлина. Ответ на введение России экспортной пошлины тут же прореагировал Китай, ввел импортную пошлину, и это еще 50 миллиардов рублей, и переход на новую форму расчета налога на добычу полезных ископаемых по мировым бенчмаркам, то есть налоги, ставки налогов в России, допустим, при добыче угля в Кузбассе, зависит от того, как сложились цены на австралийский каменный уголь, что совершенно логично. И дополнительная надбавка к ставке НДПИ, она в начале года работала до того момента, пока мировые цены окончательно вниз не ушли, то есть считалось, что сверхприбыль зарабатывается угольным компаниям, эту ставку дополнительную ввели, но не сразу убрали. Ну, собственно говоря, вот все вместе и привело к тому, что угольная отрасль в этом году единственная убыточная отрасль во всей экономике России, и будет ли какой-то выход, когда это может состояться, ну, сказать чрезвычайно сложно, потому что многие решения зависят отнюдь не от угольных компаний, а от того, как Министерство энергетики, которое пытается отстаивать интересы отрасли, сумеет договориться с другими министерствами и ведомствами. С Министерством финансов, ну, по очевидным причинам договариваться невозможно. Есть надежда, что, может быть, как-то удастся переломить сложившиеся отношения с РЖД. Напомню, что понижающая ставка у нас действовала, составляла 12,8%, то есть к той ставке, которая для всех остальных грузов, уголь получал скидку просто по той причине, что основная загрузка РЖД – это и есть уголь, собственно говоря. РЖД с графиком вывозов не справляется. Только что были удовлетворены два иска федеральной антимонопольной службы к двум компаниям на Кузбассе банкротства. Общее впечатление, что случаев банкротства будет больше, и опять будут возникать проблемы с рабочими местами в моногородах и так далее, и так далее. Удастся ли каким-то образом выйти из этого тупика? Имеющиеся железнодорожные переходы, пограничные переходы в Китай через Амуру в нескольких местах действуют паромные переправы, там объемы грузов на сотни процентов вырастают, но в абсолютных цифрах это переходы с одного миллиона на 2 миллиона и так далее. Задерживается ряд инвестиционных проектов, в том числе вправо ушел проект разработки месторождения в Забайкалье, совместный проект китайских угольщиков и группы компаний ИН+. Все согласовано, окончательное инвестиционное решение принято, но поскольку нет решения по логистике, проект ушел вправо. Что можно по этому поводу ожидать? Ну, нужны какие-то кардинальные решения. Сейчас прошло несколько совещаний Министерства энергетики с РЖД. Министерство энергетики настаивает на том, чтобы РЖД все-таки вернулось в тот график, который был согласован между угольными компаниями и железнодорожной монополией нашей по распоряжению президента государства. Может быть, РЖД все-таки будет прислушиваться к мнению Владимира Путина. Это нельзя все-таки исключать. Иногда такое случалось. И, разумеется, настаивать на возвращении понижающей ставки на тарифы на перевозку. Попытки общаться с Министерством финансов, который считает, что оценивать, определять размер налогов нужно по котировкам австралийского угля. Результаты не привели. Министерство финансов не сгибаемо. Попытки говорить о том, что есть какие-то другие котировки. Уголь вот уже третий год скоро начнется, как стал торговаться на Санкт-Петербургской бирже. Разумеется, нет. Какое отношение российская биржа может иметь к российскому углу? Это мнение Министерства финансов. Здесь сложно спорить. Абсолютно логично, что основной показатель для нас это стоимость австралийского угля. Какой выход из всей этой ситуации? Ну, я могу только напомнить, как такие проблемы, похожие проблемы, решают в Китае. Китай, который достаточно долго уже занимает первое место как по объемам добычи угля, так и по объемам потребления угля. Если сравнивать объемы, ну, есть очень такой красочный показатель. В Китае за месяц забывают угля столько же, сколько в России за год. Ну, там многие месторождения – это шахты, разрабатывается шахтовым методом. Шахты уходят на такую глубину, что добыча угля как сырья для электростанций становится уже нерентабельной, дешевле импортировать. В этом году по решению экономического отдела ЦК Коммунистической партии Китая правительство на следующий год выделяет инвестиции в размере 17,8 миллиардов долларов. Разумеется, сумма в юанях просто пересчитанная на курс доллара для того, чтобы развивалась угольная химия. Есть решение. Соответственно, тот уголь, который нерентабелен в качестве топлива для электростанций, становится рентабельным, потому что количество химической продукции, которую из угля можно добывать достаточно великие ассортименты, цены значительно выше, то есть рентабельность сразу приходит в норму. В условиях России это было бы дважды рентабельно, потому что одно дело перевозить пять составов угля, другое дело два вагона с продукцией угольной химии. По стоимости вроде бы одно и то же, а с РЖД договорится значительно проще. Но пока дальше разговоров, дальше пожелания о том, что будет у нас развиваться переработка угля. Ожидаем инвестиции со стороны государства в 10 раз меньше, чем инвестиции со стороны частного бизнеса. Частный бизнес, видя, что государство дальше слов не идет, разумеется, ничего не инвестирует. Здесь такое, на мой взгляд, не лучшее, не самое оптимальное решение ни со стороны участников, владеющих нашими угольными проектами, ни со стороны государства. То есть те и другие уповают на то, что РЖД будет идти навстречу, при этом сами каких-то действий для того, чтобы повысить рентабельность бизнеса, не предпринимают. Единственный удачный проект, который, вероятнее всего, тоже в этом году уйдет в минус, это компания «Эльга Уголь», которая завершает строительство Тихоокеанской железной дороги. Эльгинское месторождение – это юг Якутии. 600-километровая дорога, Тихоокеанская железная дорога в Хабаровский край на побережье Охотского моря. Но на «Эльге» добывается коксующийся уголь, и это единственный сорт угля, который по-прежнему обложен экспортной пошлиной. При этом надо заметить, что компания «Эльга Уголь» не просила ни финансирования из бюджета, ни налоговых «Эльгут» за счет собственных усилий строить железную дорогу, и это единственная марка угля, с которой еще и налоги снимают. Если считать, что у нас министерство бухгалтерии, то здесь все совершенно логично. Все, что можно собрать, надо собрать. Если говорить о том, что у нас действует в составе правительства министерство финансов, тогда действия несколько странные. Если говорить о том, какие результаты принесет введение в эксплуатацию порта «Эльга» в Хабаровском крае и Тихоокеанской железной дороги, то здесь очевидно, в первую очередь, железная дорога позволяет вывозить 30 миллионов тонн угля, а это значит, что вот такое окно дополнительное появится на Восточном полигоне для всех остальных грузов, либо для того же угля из наших угледобывающих регионов, либо для более маржинальных грузов, наиболее маржинальными для российской железной дороги по-прежнему остаются контейнерные транзитные перевозки. Тем не менее, никакого поощрения со стороны государства. Компания строит за свои, освобождает полигон, занимается какими-то своими делами, уже никому не мешая. Да, самая протяженная в России частная железная дорога, но важен результат для государства. Это не только рабочие места на месторождении, для того, чтобы загрузить полностью железную дорогу и порт строятся горнобогатительные фабрики, новые и новые рабочие места. Важно то, что освобождается место на Восточном полигоне. Проблемы могут быть, на грани закрытия единственная угледобывающая компания в Хакасии. Это не только исчезновение рабочих мест, это сразу же возникает вопрос с тем, как обеспечить Хакасию электрической и тепловой генерации. Если на день сегодняшний вполне хватает собственного угля и того объема, который идет на экспорт, вот уголь просто будет прекращена добыча. Значит, нужно будет туда поставлять. Значит, опять дополнительная загрузка для железной дороги, а в Хакасии лишение рабочих мест. И, соответственно, та статистика, которая есть сейчас, безработица менее 3%, на уровне 2,5%, 2,6%. Эта статистика будет немножко меняться. Либо нужно будет каким-то образом искать для людей новые рабочие места. И опять возникает вопрос, будут ли эти рабочие места в Хакасии, или люди будут искать какие-то вахтовые методы, что, соответственно, приведет к проблемам в социально-экономическом развитии этого субъекта федерации. То, что кажется, не самой большой проблемой, по данным Росстата, непосредственно в угледобывающем, если у нас занято менее 150 тысяч человек, но уголь – это моногорода, уголь – это отдельные регионы, у которых будут действительно проблемы. Кузбасс, Кемеровская область рассчитывает, что в этом году она по итогам года превратится в дозационную, просто потому что у них на территории Кемеровской области прибыльных угольных компаний невооруженным глазом не видно. Может быть, конечно, за оставшиеся два месяца года что-то изменится, по крайней мере, по объемам добычи вроде бы удалось догнать показатели предыдущего года, но что касается экспорта, падение на 10%, это и закрытие европейского рынка, и проблема с тем, как доставлять уголь, какую логистику. Основные направления, у нас три направления для поставок угля – Китай, Индия, Турция. Ну, если с Турцией, понятно, у нас после того, как удалось решить все проблемы в порту Черного моря, напомню, там частная компания, завершив проект по наращиванию объемов переработки, в пять раз увеличила тариф за перегрузку угля, соответственно, два месяца объем поставок через этот порт была равна нулю. То есть даже доставка в Турцию была некоторым образом затруднена. В Турцию можно, конечно, отгружать через наши западные порты, в Ленинградской области, в Мурманской области, но тогда логистика включается уже не железнодорожная, не расчеты с российской железной дорогой, а расчеты с морским транспортом, с учетом того, что по-прежнему не меняется статистика морского экспорта, на собственных судах мы вывозим не более 10% наших грузов, все остальное где-то приходится фрахтовать и страховать. Вот весь этот груз проблем, он превратился в то, что мы сейчас наблюдаем. Удастся переломить эту тенденцию или нет, сказать сложно. Может быть, мы какие-то новости узнаем из секретной энергетической стратегии 2050 года. Министерство энергетики времени сообщает о том, что идет общественное обсуждение этой стратегии. Борис Александрович, большое спасибо за комментарии. Друзья, пока YouTube замедляет, призываем вас не дожидаться, пока его заблокируют и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика.Инфо». Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в момент отключения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.